Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис. Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Музы. Музы, согласно Теогонии Гесиода, девять муз были дочерями Зевса и Мнемозины. Музы дали Гесиоду мудрость и дар песнопения. Иногда за такой дар музы брали определенную плату. Так в Одиссеи они сперва ослепили Демадока, а уже потом дали ему нечто лучшее – дар песнопения. Напоминаемый в Илиаде бракийский певец Фамерит вызвал муз на соревнования и за свою самонадеянность был ослеплен и лишен дара пения. Музы также были судьями на соревнования Аполлона с Марси. Гесиод называет имена всех девяти муз. Однако их сферы влияния были распределены только в римскую эпоху, когда каждая из муз стала покровительницей определенного вида искусства или науки. Клеопа – эпической поэзии, Клео – истории, Эфтерпа – музыки, Терпсихора – лирической поэзии и танца, Мельпомена – трагедии, Талия – комедии, Палегимния, Пантомимы и Урания – астрономия. Впрочем, сфера влияния муз неоднократно варьировалась. Покровитель муз считался Аполлон, как это изображено на картине Рафаэля Парна. Слово «музей» первоначально означало обиталище муз. В знаменитом музее в Александрии, построенном Птоломеями в III веке до н.э., была собрана крупнейшая в античном мире библиотека, при которой находился знаменитый научный центр. Платон считал, что вдохновение, даруемое музами, представляет собой ряд божественного и необходимого для поэта безумия. Противопоставление разума и поэтического вдохновения имело в европейской культуре длительную историю и до сих пор вполне актуально, хотя такой ценитель здравого смысла, как Гораций, и замечал, что эксцентризм еще не делает из человека поэта. Поэзий муза или муза – это обычно символ вдохновения. Вот что писал Пушкин. «Я видел вновь приют и скал, и темный кровь уединения, где я на пир воображения бывало музу призывал». Ну вот так вкратце о музах, где ведь муз были дочерями Зевса и Мнемозин. Пока-пока, до свидания.